Сколько было разных у нас конференций и семинаров, люди приходят со своими наработками, со своими подходами к формированию справочников и до сих пор некого такого промышленного стандарта, как собирать данные, как ими обмениваться, по крайней мере в России нету, в мире такие стандарты есть, можем поговорить в конце об этом. Поэтому цель этого слайда – показать, какой салат бывает именно с точки зрения средств, методов описания этих структур и вида МЦИ, которые люди делают там самостоятельно. Ну, такой вот сейчас терминологический немножко слайд. То есть, все-таки мы, опять-таки, на первых этапах погружения в тему пытаемся отделить справочники от данных. Такой вопрос там, вам понятно, чем отличаются справочники от данных? Если скажете, да, я не буду рассказывать дальше. Нет, я все-таки расскажу. Есть такие критерии, которые мы, ну, на слайде не приведены. То есть, как, в чем такое коренное отличие справочников от данных? Первое – это структура. То есть, все-таки справочники – это некие нормализованные записи, которые имеют строго нормализованную структуру. Соответственно, в различии справочников от данных здесь приведены некие критерии. То есть, все-таки справочники – это некие нормализованные записи, которые имеют определенные требования по структуре и формату. А данные – это то, что пользователи вносят в достаточно произвольный формат, то есть это критерии сравнения по структуре. Второй критерий – это кто поддерживает. Все-таки мы не то что настаиваем, а опыт показывает, что должны быть люди, которые занимаются поддержанием единства именно справочной информации. Это специалисты по ведению нормативно-справочной информации, НСИшники. По-разному их называют НСИшники, айтишники, либо все-таки предметные люди, которые еще понимают бизнес-процесс там ремонта. Соответственно, данные с точки зрения, кто поддерживает, это то, чем занимаются пользователи, и поэтому они ими сами пользуются. Важный момент, что НСИ информация недоступна для редактирования конечным пользователям. Ну, понятно, почему. Многие ошибки больших проектов по сбору данных, они начинаются с того, что пользователям решают дело справочники. Справочники, именно справочники, как НСИ, они не привязаны ко времени, то есть один раз загружаются в систему и живут там до окончания эксплуатации этой системы. При том, что данные, которые идут пользователи, они имеют отбивку времени, соответственно, они привязаны ко времени. Ну, опять-таки мы настаиваем на то, что для запуска проектов, каких-то уже более-менее понятных, типовых, можно обмениваться данными. То есть существуют стандарты в мире, которые позволяют именно обмениваться нормативной информацией, в том числе и данными по надежности оборудования, в унифицированном формате. Здесь стандарт по обмену данными. У нас в России каждый новый проект начинается, в общем, с нуля, и пока об обмене данных внутри разных компаний речь не идет. Ну, примеры справочников мы будем чуть дальше обсуждать. Эти примеры, классы оборудования, модели, разные группировки по типам дефектов. Ну, а, собственно, данные, это вот те самые заказы на работы, записи в журнале дефектов, именно о событиях. Это пример данных, который анализируется уже с учетом отбивки времени. Ну, и как примеры, такой классический пример все-таки справочников, это классификатор оборудования, типы, виды, классы оборудования. А пример данных, это когда с использованием этих классов создается некая иерархия оборудования в неком подразделении. То есть, с правой стороны, это дерево объектов, так называемые. Это, по сути, вот именно иерархия данных. Какой-то небольшой промежуточный вывод, что поддержка справочников – это поддержка специалистов Минсии, а данные, соответственно, это записи, которые ведутся пользователями, и они отражают ведение их процесса. Продолжение следует...